Весь Ульяновск на телеканале России. Доброе утро. Смотрите в нашем выпуске. Дополнительный импульс получит экономика региона. Компания «Легран» открывает в Ульяновске новую производственную площадку. Эксперименты, которые завоевали признание зрителей. Любительскому театру УЛГТУ 10 лет. Куда может привести погоня за популярностью? И где грань между шуткой и преступлением? Непослушник. Российская комедия о вечных ценностях уже в кино. Более 100 миллионов рублей направят на закупку оборудования для больниц. Средства на техническое переоснащение, а также повышение квалификации работников отрасли здравоохранения предусмотрели в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования. С учетом корректировок общий объем его доходов в 2022 году превысит 17 миллиардов рублей. Почти 11 миллионов рублей дополнительно поступят на оказание медицинской помощи иногородним гражданам. Еще два в виде трансферта из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Заложено на стимулирующие выплаты сотрудникам учреждений здравоохранения за выявление онкологических заболеваний. Выросла и расходная часть бюджета фонда. Дополнительные средства выделят на реализацию территориальной программы ОМС. Все изменения одобрил областной парламент. Депутаты обратили внимание, что несмотря на постоянное вливание бюджетных средств, состояние медицины, особенно в сельских муниципалитетах, далеко от идеала. Налицо износ оборудования в районных больницах. Невысокая зарплата медиков на селе. Инвестиции и развитие. Губернатор Алексей Русских побывал на производственной площадке компании «Легран» в Завожской промзоне и провел встречу с руководством. Это предприятие было официально открыто в 2014 году. Тогда здесь трудились около 100 человек. Теперь производством выключателей, розеток и сопутствующих товаров занимаются почти 500 работников. Инвестор активно вкладывает средства в модернизацию производства. С появления этой площадки сюда привлечено почти полтора миллиарда рублей. Очень похвально, что практически половину комплектующих производится нашими же ульяновскими предприятиями. Я благодарю вас за то, что в ваших планах дальнейшее увеличение доли кооперации именно с ульяновскими предприятиями вы планируете увеличить в ближайшее время до 60%. Это для нас очень важно. Каждый год мы инвестируем здесь, потому что эта рынок очень мощный. И вы можете скоро смотреть наш новый завод. Тоже здесь, в Ульяновске. Очень современный завод. Речь о еще одном предприятии в Заволжском районе, куда фактически переезжает завод «Контактор» из центра Ульяновска. Открытие планируют провести уже в этом году. Даже после переезда «Контактора» из центра и открытия нового завода, который в этом году начнет уже работать, получено разрешение, эта площадка все равно устраняется. То есть будет фактически две площадки в городе Ульяновске в районе и одна площадка в Чупарово в области. Поэтому для нас такое предприятие знаковое. «Контактор» давно присутствует в Ульяновской области. Осенью минувшего года на предприятии повышена заработная плата сотрудникам. Рост составил от 15 до 25% в зависимости от специальности. В 2022 году также планируется повышение доходов работников. Застройщика отправили в колонию за хищение более 480 миллионов рублей у дольщиков. Железнодорожный суд вынес приговор бывшему депутату Гордумы Николаю Абрамову. На оглашение ушло три дня. В деле фигурировали 293 пострадавших. Все они инвестировали собственные средства в строительство многоэтажного дома на улице Розы-Люксембург. Еще зимой 2013 года Николай Абрамов без разрешения на строительство организовал рекламную кампанию и начал предлагать к продаже квартиры, офисное помещение и машиноместа в возводимом доме. Однако часть поступивших средств он потратил по собственному усмотрению на иные цели. Фактически он выводил денежные средства дольщиков через фирмы-однодневки, а также допускал их нецелевое расходование. Всего от его противоправных действий пострадало 293 человека. По ходатайству следователя Ульяновского следственного комитета судом был наложен арест на имущество осужденного. Это автомобили, жилое помещение, долю в основном капитале акционерного общества. Активно реализуя свое право на защиту, Абрамов пытался убедить суд о своей невиновности, отметив, что денежные средства участников долевого строительства использовались по назначению. Суд согласился с позицией прокуратуры и приговорил Абрамова к шести годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Любительскому театру УЛГТУ 10 лет. За годы своего существования он неоднократно становился лауреатом различных фестивалей, спектаклей, малых форм. Особенно памятен успех на международном творческом испытании театра «Магия». В честь юбилея коллектив готовит к показу несколько постановок. Оценить его сценическое творчество можно будет в зрительном зале всем известной тарелки. На данный момент любители актеры из технического университета усиленно репетируют на ее подмостках. Одна из работ называется «Чехов. Любовь» в основе постановки серии коротких рассказов русского классика. Один из них называется «Необходимое предисловие». Наконец, после долгих ломаний, недоумевающая жена запускает свои маленькие ручки в мужнину бороду и рвет ее, насколько хватает сил. Муж даже не морщится. Представляешь, а мне ведь нисколько не больно. Ей и Богу не больно. А ну-ка, постой-ка, теперь я тебя. Муж берет жену за несколько волосков штокола виска и сильно дергает. Жена громко взвизгивает. Ай! Теперь, мой друг, ты видишь, что его много раз сильнее и выносливее тебя. Новая постановка задумана как эксперимент. В последнее время в театр пришло немало первокурсников, и новеллы решили играть двумя составами. Таким образом, одну и ту же женскую роль играют две девушки, а мужскую – два парня. Такой вариант предложила худрук театра Светлана Сернова. «Я решила, что это все будет показано. То есть две последних репетиции мы работаем над тем, кто на каком моменте меняется из этих двух составов. То есть зритель будет видеть, что выходит один человек, а заканчивает другой человек. Это тоже очень интересно». Премьера экспериментальной постановки 5 февраля в киноконцертном зале «Тарелка» начала в 13.30. А уже сегодня в 18.00 можно будет посмотреть другую работу студенческого театра. Она называется «Очень простая история». Полвека вместе. Юбилей отмечает одна из главных концертных площадок Ульяновска. Дворец дружбы народов губернаторский. Отметит праздник традиционно большим концертом. Он состоится завтра. Его участниками станут творческие коллективы, исполнители со всех 24 муниципалитетов региона. Со сцены прозвучат популярные песни 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого века. «К примеру, муниципальное образование «Майнский район» представит свою программу коллективом «Данка». Эстрадный коллектив, прекрасный, народный звание имеет. Они исполнят песню «Моя любовь жива». Это песня, наверное, из дискотечных площадок тех времен. Я думаю, что ностальгия буквально нахлынет на зрителя. Конечно же, у нас есть прекрасный исполнитель и во дворце Сергей Ворсин. Эстрадный исполнитель. Он исполнит песню «Так вот какая ты». Стоит позаботиться не только о билетах на праздничный концерт, но также о наличии QR-кода или сертификата о вакцинации от COVID-19. На концерт пустят и тех, кто предъявит отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной коронавирусной инфекции. Фильм «На злобу дня» на большие экраны вышла российская комедия «Непослушник». История блогера-хулигана Димы, который в погоне за славой зашел слишком далеко. Наказание за выходки теперь не избежать. Первые зрители уже оценили картину. Запретных тем просто нет. Героями розыгрыша молодого пранкера Димы могут стать дети и старики. Мистификация в церкви? Почему бы и нет? Рассказывай. Обидел кого? У каждой злой шутки есть предел. За оскорбление чувств верующих популярному блогеру грозит тюрьма. И он решает, что стены монастыря – это более удачная альтернатива. Благословите. Благословляю. Мне лично, как актеру, это было интересно, потому что там очень резкая арка персонажа, очень резкое изменение человека от начала фильма к его финалу. Очень мощные изменения, то есть очень резкий перепад. И для меня, как для актера, это было как вызов. Съемки на территории ансамбля церквей Троицы, Николая Чудотворца и грузинской иконы Божьей Матери. Что-то додумывать и создавать атмосферу монастыря искусственно не было необходимости. Режиссер рассказывает, это храм из написанной в сценарии истории. Это тот объект, который сложился полностью, потому что там и детский дом, где мы снимали живописную школу, и колодец, колонка. Мы ничего там не строили, там готовое. Это село Васильевское, Шуйский район, то есть все, что надо. Поиск себя в религии и Бога в себе. Извечные вопросы выбора – оставить все как есть или идти до конца. Чью сторону принять – добра или зла. Смех, слезы и, конечно, любовь. Лайк мне поставишь? Ну, во-первых, это российское кино, во-вторых, это отличная комедия, поэтому прекрасное настроение в столь непростой период, оно просто, наверное, необходимо каждому из нас. Такого я не видел никогда, вот чтобы в такой тематике и с юмором, и современной. Картина, где гармонично соединили, казалось бы, несоединимые обстоятельства и вещи во всех кинотеатрах страны. Ульяна Рашарипова, Дмитрий Емельянов, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. И завершить наш выпуск информации синоптиков Ульяновского гидромедцентра, я благодарю вас за внимание, хорошего вам дня. Сегодня в Ульяновской области ожидается облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега местами сильные. Атмосферное давление будет падать, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха днем по области минус 3, плюс 2, в Ульяновске около 0. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова